Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Количество самоволок в Сочи сократилось в два раза. Статистику озвучили на межведомственном совещании. Заповедных территорий в России станет больше. За счет чего обсуждают в Сочи на международной конференции. На курорте выбрали супермаму. Ежегодный конкурс традиционно приурочили к международному Дню Матери. Австралия, Германия, Зеландия, Мексика и Африка сыграют в футбол в Сочи. По итогам жеребьевки, которая прошла в Казани, курорт примет четыре матча Кубка Конфедерации. Встретятся команды на Олимпийском стадионе Фишт. О его готовности шла речь на совещании, которое провел глава региона. В центре международного внимания снова Сочи. Уже в июне болельщики со всего мира вновь соберутся на стадионе Фишт. На этот раз, чтобы наблюдать за футбольными матчами Кубка Конфедерации. По сути, это будет генеральная репетиция перед еще одним важным событием в 2018-м – чемпионатом мира. До первой игры чуть больше полугода. В сфере часы Вениамин Кондратьев сегодня собрал всех, кто занимается подготовкой спортивных праздников. Глава региона сразу обозначает позицию. Никаких проблем в этом вопросе уже быть не должно. Вы прекрасно понимаете, что зона ответственности больше не края. Сегодня мы говорим о лице в целом нашей страны. Сегодня важно понимать, когда все недостатки будут устранены. И еще важно понимать, когда все строители, еще раз подчеркиваю, все строители, монтажники, наладчики, кто угодно, уйдут с объекта. Уйдут со стадиона Фишт. В противном случае многие из вас уйдут со своих должностей. Это еще раз подчеркиваю престиж страны на кону. А мы сегодня пытаемся свой хомут снять и кого-то перевешать. Не пойдет. И на самом деле бумажками под названием письма не надо обмениваться. Просто бумагом и рательством занимаетесь. И не нужно с третьего на четвертый этаж письма писать. Не нужно. А у нас это зачастую. Притом зачастую это письмо с первого этажа на пятый. Идет месяц. Для проведения матча ФИФА стадион пришлось реконструировать. Все монтажные работы уже завершены. Осталась внутренняя отделка, установка кресел на трибунах. Экзамен на готовность Фишт будет сдавать уже зимой. 10-15 февраля это все мы должны, коллеги, понимать. Состоится инспекционный визит по готовности стадиона. Это приедет порядка 40 инспекторов только ФИФА, кроме инспекторов нашего оргкомитета. Опыт принимать гостей у Кубани уже есть. Но в отличие от зимней Олимпиады, футбольные матчи пройдут в самый разгар летнего курортного сезона. И помимо болельщиков на Черноморское побережье приедут тысячи отдыхающих. А значит нужно решить вопрос с транспортной доступностью, ставит задачу губернатор. В первую очередь увеличить количество автобусов и составов электричика. Чтобы не допустить транспортного коллапса, ограничить въезд легковых автомобилей, как это было во время Сочинских игр 2014. И здесь должно заработать постолимпийское наследие. Перехватывающие парковки, уверен Вениамин Кондратьев. Что сейчас с этими парковками, перехватывающие, как вы их называете, которые в Олимпиаде принимали участие? Ну они есть, мы в принципе в горячем ключе, эта площадка есть и под Магри есть. То есть физически это сделать можно. А дальше нужно отработать механизм, что вот поставили на перехватывающую парковку, а дальше пересаживаются в электричку опять же. Я даже не рассматриваю алгоритмы, чтобы не было перехватывающих парковок. В таком случае это невозможно. Тогда мы не сможем просто закрыть, перекрыть город. Вот в чем вопрос. Для автотуристов и в целом, кто хочет заехать в этот промежуток времени в Сочи. Поэтому, конечно, мы людям должны альтернативу предложить. Охранять порядок во время матчей, как и во время Олимпиады, привлекут казаков. Ведут и моратории на продажу алкоголя в 500-метровой зоне от спортобъектов. А помощниками для иностранных болельщиков станут волонтеры. Их будет не меньше тысячи человек. И в основном это будут кубанские ребята. Необходимо учесть все нюансы, считает глава региона. Этот футбольный праздник должен надолго остаться в памяти всех, кто приедет в Сочи. Болельщики, которые приедут на эти зрелищные футбольные матчи, и отдыхающие, которые приедут, и тоже могут стать болельщиками, на самом деле получат двойное удовлетворение. И на самом деле жаркие впечатления и от игры на стадионе «Фишт», но и от сочинского гостеприимства. Матчи в Сочи будут смотреть миллионы человек по всему миру, напоминает Вениамин Кондратьев. А значит, нужно сделать все, чтобы многие из них стали постоянными туристами в Краснодарском крае. Мария Крошина, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Строительство портово-индустриального парка в Темрюкском районе идет с опережением сроков. Об этом сегодня рассказали помощнику президента. Игорь Левитин и глава края Вениамин Кондратьев сегодня оценили строительство терминального комплекса. Индустриальный парк станет крупнейшим инфраструктурным проектом на территории Таманского полуострова. Планируется возвести шесть заводов по переработке химических веществ. Предприятие по переработке сои и производству комби-кормов. Тепличный комплекс, а также пять грузовых терминалов. Часть объектов уже собираются сдать с опережением сроков в 2018 году. Всю гидротехнику, значит, четвертый и третий причал мы реализуем к середине следующего лета года. Первый и второй причал к концу года. Самое главное, что в 2021 году уже планируется полностью запуск всего комплекса. Это для нас и еще, с почеткой, для Краснодарского края, это прорыв, просто сумасшедший прорыв для Азовского побережья. Это всегда была проблема с занятостью, всегда здесь была эта проблема. И есть шанс его не решить. Ильич, при вашей поддержке, при целом, конечно, этот проект должен не просто сегодня сохраниться, а иметь развитие, он перспективен в целом для экономики, не только региона, но и страны. После подписания документа о создании Портово-индустриального парка, это первый визит федеральных чиновников и руководителей краевой власти на объекты. Соглашение о строительстве скрепили подписями в этом году на Сочинском форуме в присутствии премьер-министра. Дмитрий Медведев тогда поддержал реализацию проекта. А уже сегодня обсуждают темпы возведения терминалов. Создание индустриального парка позволит ликвидировать дефицит в перевалке грузов на юге страны, а также решить проблему с переработкой сырья. Мы, как правило, экспортируем сырье. И это тот пример, когда мы из своего сырья делаем товар с добавленной стоимостью и уже конкурируем со странами, которые делают высокотехнологичные продукты. Поэтому я считаю, что это именно экспортный потенциал России. Краснодарский край получил, я уверен, что уже получил современнейшее индустриальное производство. Наличие такого индустриального кластера с такой современнейшей переработкой, транспортировкой, это, конечно, позволит создать новые и сопутствующие предприятия, производства, которые будут уже окружать вот этот кластер, который сегодня инвесторам создается. Вот когда развивается такой порт, развивается масса всего округа. Я считаю, что то, что мы сказали, это только начало. Здесь можно за этим и следующее развитие, которое будет работать на очень-очень долго. По словам Мишеля Литвака, освоено уже 2 миллиарда долларов. В реализацию проекта планируют вложить еще 6. К слову, компания «Атека» – давний партнер Краснодарского края. Свой бизнес на Кубани она ведет уже 16 лет. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. От идеи до реализации успешного предприятия. Пройти этот путь помогут ведущие бизнес-тренеры со всей страны. Ну а дальше – дело за малым. Губернаторский бизнес-форум с таким названием стартует завтра в Краснодаре. Краевые власти, руководители крупных компаний и начинающие бизнесмены соберутся в выставочном центре «Экспоград-Юг». Губернатор региона Вениамин Кондратьев пригласил всех желающих. Устраиваем большую встречу для малого и среднего бизнеса. Завтра ждем кубанских предпринимателей на форуме «Дело за малым». Мероприятие новое. Обсуждать будем, как и куда развиваться тем, кто хочет и дальше поднимать наш край. Возможностей ведь масса. Ждем и тех, кто только собирается стать бизнесменом. Я тоже буду. И готов ответить на вопросы участников. Глава региона ответит на вопросы бизнесменов во время прямой линии. Посетители смогут поделиться своими идеями. Чтобы стать участником, можно бесплатно зарегистрироваться на сайте форума. Его адрес сейчас на экране. Завтра в Краснодаре обсудят стратегию развития малого и среднего предпринимательства на Кубани. Что такое малый бизнес в России и средний бизнес? Сколько он платит налогов, сколько он дает доходов государству? Очень важно понимать, что малый бизнес дает рабочие места. Это рабочие места, если у людей есть работа, это социальная стабильность в обществе. Одна из главных задач форума – повысить уровень финансовой грамотности кубанских предпринимателей. Для них устроят бизнес-игры, турнир по управленческой борьбе и мастер-классы. Эксперты в области экономики проведут лекции и откроют секреты успеха крупных корпораций. Количество самовольно построенных объектов в Сочи сократилось в два раза. Это статистика по сравнению с прошлым годом. Такие цифры озвучились сегодня на межведомственном совещании в администрации города. На совещании помимо специалистов профильных управлений городской мэрии пригласили сотрудников полиции и Федеральной службы судебных приставов. Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит отметил, в марте самовольных объектов в городе было зафиксировано 128. Сегодня таких осталось менее 20. Это как раз-таки результат межведомственного взаимодействия. Но по-прежнему остается 17 объектов, которые, даже несмотря на обеспечительные меры в виде запрета на строительство, наложенные судом, продолжают возводить здания. Все это многоэтажные многоквартирные дома. Позиция города в отношении таких застройщиков достаточно жесткая. На объектах отключены все коммуникации, организовано дежурство. Власти города рано или поздно все равно добьются сноса этих строений, подчеркнул Мугдин Чермит. Мы доберемся до каждого объекта. Хочу сказать, что незаконного строительства на территории города мы не допустим. И рекомендую тем, кто построился, сносить за свой счет. Тем, кто уже получил судебное решение. Потому что снос за счет государства будет намного дороже. Добавлю, что список незаконно построенных объектов по-прежнему можно найти на сайте городской администрации. Ну а тем сочинцам, которые уже купили квартиры в таких домах, советуют обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве. В ХОСТе в ближайшее время изменится схема движения автотранспорта на улице Володарского. Связано это с восстановлением дороги, которая несколько лет назад была разрушена оползнем. В свое время съезд с улицы Володарского на Глазунова водители использовали как альтернативный объезд одноколейного участка дороги, ведущий к поселку Красная Воля. Сейчас в час пик на этом отрезке, не раз говорили на сходах местные жители, небезопасно. Чтобы разъехаться автомобилем, приходится в некоторых местах проезжать вплотную к обрыву. Разминуться очень тяжело. Понятно, что проблема эта давно уже нависла. Ее надо как-то решать. Главой города Сочи была инициирована данная работа. Он пригласил социально ответственного жителя данной территории. Он любезно согласился профинансировать данные работы по восстановлению этого участка. Закончить ремонт на этом участке улицы рабочие обещают в течение месяца. И затем эта дорога будет внесена в городскую маршрутную сеть. Это позволит разгрузить улицу Володарского и сделать там движение транспорта безопасным. Также главой города дано поручение ответственным муниципальным службам совместно с ГИБДД изучить дорожную обстановку на новом участке, чтобы обеспечить должную безопасность и пешеходам. В Сочи меняется дислокация контейнерных площадок. Теперь их переносят с улиц во дворы. Мера вынуждена и направлена на то, чтобы заставить представителей бизнеса заключать договоры со спецавтохозяйством и оплачивать коммунальную услугу. Спецавтохозяйство недополучает средства за вывоз мусора. Только в центре города эта сумма равна 20 миллионам рублей. В итоге приходится расплачиваться городскому бюджету. А в курортный период возрастает количество бросового мусора. И за это тоже нужно рассчитываться. На эти цели бюджет потратил в этом году 100 миллионов рублей. Неплательщиков нужно выявлять и заставлять заключать договоры, заявляют городские власти. Люди, которые добросовестно оплачивают вывоз мусора, платят за него дважды. Потому что платят сначала через управляющие компании, либо организациям, собирающим мусор. И потом из бюджета города. Потому что бюджет города, понятно, что это деньги налогоплательщиков. То есть нас с вами, жителей города. Поэтому проблема изменения дислокации контейнерных площадок, она крайне актуальна. Правда, не все жильцы согласны тем, чтобы контейнерные площадки были убраны с улиц. Поэтому сейчас ведется разъяснительная работа с управляющими компаниями, с представителями ТСЖ. Те контейнерные площадки, которые размещены на проезжей части на улице Островского, планомерно должны быть перенесены в дворы многоквартирных домов и обустроены по необходимости для каждого дома по числу жильцов и производимого мусора. На улице Островского мусорные баки в одном месте уже убрали, но бизнес не растерялся. Стали складывать мусор с близлежащих магазинчиков тут же, на месте ранее стоявших баков. Теперь им, чтобы не оказаться нарушителями санитарного порядка, срочно нужно заключить договор на вывоз мусора. С одной стороны, это хорошо, что убрать баки с проезжей части, чтобы не мешали транспорту, но нужно же оборудовать тогда контейнерные площадки в каком-то месте. Кто это будет за всем смотреть? Заместитель главы города поручил дислокацию контейнерных площадок районным администрациям и непосредственно спецавтохозяйству. Пока работа началась в центральном районе города, поэтапно она продолжится и в районах. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В парке Ривьера установили более 50 елок. Там активно готовятся к ежегодному городскому конкурсу на лучшее новогоднее оформление. Вообще, парк традиционно одним из первых начинает готовиться к зимним праздникам. Новогодний наряд Ривьера оценила наша съемочная группа. До Нового года еще месяца в парке Ривьера уже царит праздничная атмосфера. Парк по традиции одним из первых в Сочи примеряет новогодний наряд. Гирлянды из еловых веток, шишки, колокольчики, световая иллюминация. А еще к зимним праздникам здесь установили более 50 елок. Главный символ Нового года повсюду, возле каждого аттракциона и небольшого магазинчика. Все предприниматели, все кафе украсили свои объекты новогодними украшениями, гирляндами, елками. В период новогодних каникул и, как говорится, таких всеобщих выходных на территории парка будет проходить очень много различных зрелищных культурно-мастовых мероприятий. А вот эта украшенная новогодними колпачками и шарами пальма уже стала достопримечательностью города, олицетворением Южного Нового года. Украшать тропические деревья в Сочи, похоже, становится традицией. Вот, например, украшенная шарами туя. Ну а главную елку парка установили в его центре, на площади возле дельфинария. Новогоднее дерево украшают красные шары, а на самой макушке символ наступающего 2017-го – огненный петух. Такое оригинальное украшение, конечно же, привлекает гостей. Маргарита Игнатьева приехала отдыхать на Черноморской побережье с подругами из заснеженного Екатеринбурга. Говорит, всегда было интересно посмотреть, как отмечают Новый год в солнечном Сочи. Мы ожидали, что пальмы, цветы, ну чтобы елку увидеть уже. Да, поэтому мы и снимаемся возле нее, потому что это красочно, это красиво и неожиданно, что да, вроде бы и осень, лето и елка. Нам настолько нравится, ну вот, вы знаете, пять с плюсом, пять с плюсом и еще раз десять. Ну а когда на город опускается вечер, парк начинает светиться сотнями огней. По периметру яркие светодиодные снежинки. Внутри светящиеся фигуры оленей, подсвечены все деревья и елки. Вообще, парк начали украшать еще 15 ноября. Ривьера, как и другие объекты, принимает участие в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Его цель – абсолютно весь город должен погрузиться в новогоднюю атмосферу и достойно встретить Новый год огненного петуха. Кстати, главный символ года можно встретить в зоопарке Ривьеры. Здесь их сразу два – карликовый и китайский. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Заповедных территорий в России станет больше. К следующему году, который объявлен и годом экологии, и юбилейным годом по случаю столетия со времени создания первого в России государственного заповедника Баргузинского. Организаторы, а это Министерство природных ресурсов и экологии, так и назвали Международную конференцию «Заповедные дела. Итоги столетия». В таком составе участники не собирались 10 лет, и вот накануне важной даты 100-летнего юбилея заповедников приехали в Сочи. Наша федеральная сеть особо охраняемых территорий стала большим эколого-просветительским сетевым институтом. То есть вот так по всей стране, если у нас 150 федеральных охраняемых территорий в статусе национального парка и заповедника, каждая из них ведет большую просветительскую работу. Познавательный туризм становится популярным в нашей стране. На этом фоне эффективнее становится работа по охране заповедных зон и научно-исследовательская. Более того, в 2017 году, который объявлен годом экологии, будут созданы дополнительные природоохранные территории. Причем в ряде регионов России, только в Крыму их несколько. Готовится распоряжение правительства, оно будет, я уверен, принято до конца года. А передача на федеральный уровень трех государственных природных заповедников, расположенных в Крыму. Это Ялтинский горнолесной, Апукский и Казантипский. Наш Кавказский государственный заповедник по праву называют форпостом заповедной системы на Кавказе. Здесь реализуется проект по созданию популяции переднеазиатского леопарда. Успешный пример восстановления популяции кавказского зубра. Здесь очень много, много туристов, много пунктов. Например, в 1999 год 140 зубров, в этом году переварили за тысячу. Международная конференция продлится три дня. По ее итогам будут подготовлены рекомендации государственным структурам, а также заповедникам, нацпаркам и заказникам. Ну а новые заповедники – это традиционная эффективная форма сохранения биологического и ландшафтного разнообразия заповедных территорий России. Елена Всецина, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». В честь Дня матери многодетные семьи Сочи встретились на традиционном чаепитии с мэром. На приеме собрались самые активные, творческие и спортивные семьи, которые не раз побеждали в различных номинациях и в дальнейшем будут представлять город на региональных и всероссийских конкурсах. Одного стола для семьи Бондаренко явно недостаточно. У Светланы и Сергея шесть детей. Старшему из них 25 лет, а самому младшему – 8. Они настоящий образец того, как одна молодая пара может стать родоначальником целой династии. Это, конечно, какая-то ответственность, но это труд. Но все-таки, все-таки, это большая радость. Ребенок в семье – это уже полнота. И потому здесь нельзя сказать, сколько детей или еще. Просто я хочу сказать про всю свою семью. Я счастлив. Бондаренко победили в номинации «Семья – хранительница традиции». Некоторые их дети решили пойти по стопам родителей и работать в медицинской сфере. Сейчас Сергей и Светлана радуются появлению внуков. И таким образом их семья продолжает расти и тем самым становится сильнее. Мы просто как такая сильная ячейка. Мы всегда друг другу помогаем. Всегда, если какие-то проблемы, решаем их вместе. То есть это ничего не боимся, нам ничего не страшно. А вот в семье Стронских до внуков еще дело не дошло. У супругов четыре девочки. Девиз «Движение – это жизнь как нельзя лучше отражает позицию их семьи». Везде любим выступать. И хор, и танцы, и стихи, и петь, и танцевать. В общем, где какие выступления, где куда-то надо сходить и обязательно что-то танцевать, это вот мы. Благодаря такой активности семья Стронских и стала одной из четырех лучших в городе и получила приглашение на ежегодное чаепитие с мэром. Всего в Сочи 150 тысяч семей. Более 600 из них воспитывают приемных детей. Ишенины, признанные в этом году лучшей приемной семьей, тоже полным составом были приглашены на торжество. Власти Сочи всячески оказывают поддержку многодетным и в первую очередь по предоставлению мест в детских садах. В постолимпийский период население курорта резко выросло, отчего и возник дефицит мест. Сейчас город активно занимается строительством новых детских садов в Верхней Беранде и Лао. По прогнозам, уже в следующем году ситуация будет урегулирована и место найдется для каждого малыша. В том числе на встрече обсудили и вопросы предоставления земельных участков. Я как глава Сочи все делаю для того, чтобы наши многодетные семьи получили земельные участки в Сочи. Хотя закон гласит следующим образом, что если нет земельных участков, то решением законодательного собрания в Краснодарском районе, эти земельные участки должны быть найдены в регионах. Тем не менее, мы постоянно выкупаем по себестоимости, то есть недорогая цена у федеральных органов власти, те земли, которые являются федеральными. И проводим неживание, и выдаем их нашим многодетным. Земельные участки получили уже порядка 300 многодетных семей. В настоящее время еще 99 участков проходят регистрацию, и уже в январе следующего года будут переданы новым хозяевам. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. В Сочи выбрали супермаму. Ежегодный конкурс традиционно приурочили к Международному Дню Матери. Организатор спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе» приготовил интересные задания не только для конкурсанток, но и для их мужей. Поддержать участниц в Дом культуры Центрального района пришли не только их семьи, но и все, кто занимается в спортивно-оздоровительном центре «Растем вместе». Там готовы окружить вниманием не только будущих мам, но и их малышей вплоть до школьного возраста. Поэтому в холле было непривычно много детей. Им и угощение, и развлечение, и для любителей спокойно порисовать детский уголок. А в зале зрители бурно приветствовали пятерых финалистов конкурса. На сайте «Аквамама» перед конкурсом шло интернет-голосование. По его итогам в финал вышли Ирина Щербинина, Мария Киселева, Ольга Иганицына, Кристина Соснова и Ольга Бырдина. Будущим мамам надо было продемонстрировать не только свои кулинарные таланты, но и творческие. Также участницы сделали зарядку, продефилировали в вечерних платьях, посоревновались в скоростном пеленании малыша и завязывании галстука супругу. Кстати, самим будущим папам тоже дали понять, насколько тяжело женщине на последних неделях беременности. Пока Жури совещалась, на сцену вышли недавно ставшие мамами друзья центра «Растем вместе» и показали, что мама и малыш – верный тандем даже на дискотеке. Объявить имя победительницы пригласили обладательницу звания «Супермама-2015» Светлану Расторгуеву. Соснова Кристина! Победительнице достался главный приз – сертификат на 20 тысяч от спортивно-оздоровительного центра «Растем вместе». Плюс подарки от партнеров мероприятия и море аплодисментов. Вообще это был очень интересный опыт и осознавая, что сегодня все закончилось и завтра уже не нужно идти на репетицию, становится немножко грустно. Хочу сказать спасибо моей семье, которые поддерживали меня во всем, очень мотивировали на победу и заряжали энергетикой. И девочкам, с которыми мы принимали участие. Вы все умнички, вы все классные. Я буду по вам скучать, надеюсь, что мы будем часто с вами видеться. Побороться за корону победительницы все желающие сочинки могут в следующем году. Хотя главным призом этим женщинам станет, конечно, не она, а здоровый и любимый малыш. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На кортах «Хадлер-арены» стартовал всероссийский теннисный турнир на призы олимпийской чемпионки Елены Весниной. Борьбу за награды престижного турнира ведут около 160 юных теннисистов. Представлены такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Самара, Краснодар. Участвуют и воспитанники сочинской теннисной школы. Соревнования продлятся всю неделю. Победители определятся к субботе. Их будет приветствовать Елена Веснина. 3 декабря в 15 часов пройдет церемония закрытия всероссийского теннисного турнира и традиционный мастер-класс олимпийской чемпионки. Лена всегда в конце ноября-начале декабря приезжает в Сочи, в свой родной город, проводит здесь мастер-класс и всегда принимает участие в награждении участников. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр Грант. В Гранде большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.